Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы познакомим вас еще с одним нашим проектом. Это изготовление витража «Священные символы буддизма». Сейчас мы находимся в зале, который между нами сотрудниками называется «Зал Востока» или «Зал единства религий». Правое его крыло посвящено трудам Елены Петровны Блаватской и Юрия Николаевича Рыльха. И таким образом оно представляет собой уголок Востока, научного востоковедения. Внимание наших посетителей сразу же привлекает изысканно украшенный Буцудан. Слово «Буцудан» японское. Дословно оно означает «дом Будды». Это домашний буддийский алтарь. Прямого отношения к Рыльхам он не имеет. А вот фотографии, которые мы видим над Буцуданом, имеют самое непосредственное. Это фотографии витража, который находится в буддийском храме в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский датсан Гунзе Чойней, первый в Европе буддийский храм, был построен в 1909-1915 годах. По инициативе выдающегося религиозного и общественного деятеля Агвана Доржиева. В состав строительного комитета входили известные русские деятели науки и культуры, в том числе и Николай Константинович Рыльх. Он руководил оформлением внутренних интерьеров храма. По его эскизам были выполнены цветные витражи, обрамляющие световой плафон. По признанию самого Николая Константиновича, именно во время строительства храма он впервые услышал от одного весьма ученого бурятского ламы, вероятно, Агвана Доржиева, легенду о Северной Шамбале, которая впоследствии послужила мощным стимулом для духовных поисков художника и мыслителя. В советские годы храм был закрыт. В его здании размещались физкультурная база, лаборатория из зоологического института, военная радиостанция. Юрий Николаевич Рырих и Святослав Николаевич Рырих приняли деятельное участие в судьбе этого храма. Юрий Николаевич, вернувшись на родину в 1957 году, неоднократно обращался в самые высокие инстанции с ходатайством о сохранении и реставрации храма. Святослав Николаевич в 1974 году в ходе поездки в нашу страну проявлял большую озабоченность судьбой храма и передал значительную сумму на его восстановление. Но лишь в 1990 году храм был возвращен буддийской общине. Сейчас он является важным религиозным центром, в котором регулярно проходят службы, ведется научная работа, ведущие ученые выступают с лекциями по философии. А витраж, выполненный по эскизам Рыриха, сохранился до наших дней. На нем изображены традиционные буддийские символы – восемь счастливых знаков. И еще некоторое продолжение истории. В 2016 году у нас в музее проходила буддийская историко-художественная выставка, посвященная 100-летию Санкт-Петербургского Датсана. Она была организована Фондом буддийской культуры. В ряду других экспонатов были представлены и фотографии витража. А по завершении выставки они были нам подарены, остались в музее, и мы решили их разместить над Буцуданом. Позже родилась идея повторить витраж в стекле, то есть вместо фотографий выполнить настоящий витраж. Нашелся и витражист. Он загорелся этой идеей. Уже сделал пробник одного элемента. Лотос – символ духовной чистоты. Уже закуплена часть материалов. Пока в долг. И начата работа. Мы поспешили это сделать, потому что планируем открыть витраж в августе следующего года, к юбилею Юрия Николаевича Рыриха. Продолжение и завершение работ требует финансирования. До Нового года нам нужно собрать 30 тысяч. Вы знаете, что все наши выставочные проекты находятся полностью на народном финансировании. Мы надеемся, что этот проект также найдет сторонников и поддержку. И священные символы буддизма, выполненные по замыслу Николая Константиновича, засияют над Буддсуданом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова